Музыка Они давно учуяли гостей. Размеренным шагом идут навстречу. Скажу сразу, не каждый волкодав к себе подпустит незнакомцев. Этот алабай обладает непоколебимым спокойствием. Чтобы развеять миф об агрессивности среднеазиатских овчарок, достаточно просто познакомиться с хакаем. Очень контактная собака. Ест с руки, готова обниматься, фотографироваться и общаться с каждым. Это компаньон хороший. Да, галатушка? Видите, какая. Защитник, друг, нянечка замечательная. Алтышечка у нас самоговорливая собачка. Это врачи наших душ. И стресс снимут, и давление нормализуют. И поэтому к нам можно приехать, разрядиться, снять стресс и получить положительную энергию. Собаки в питомнике белый лекарь все голубых кровей с родословной. Здесь занимаются племенным разведением среднеазиатских и кавказских овчарок и редких мастифов. В яслях на выгуле щенки алабая. Озорные и очень любеобильные. Они взрослые ведут себя как дети. Так же вот будут и прыгать, и играть, и беситься. Сами никогда не проявят агрессию. Никогда. Если ее не спровоцируешь. Просто любить, холить, лелеять. Всем движение необходимо, чтобы энергия эта не переросла в агрессию. Собака просто начинает беситься, когда она лишена общения с человеком. Торжевые собаки, которым являются волкодавы и мастифы, требуют правильного воспитания и особого уличного содержания. Вот видите, у них какая шерсть. До кожи не добраться. Вот эта порода кавказской овчарки. Они чисто территориалы. Охраняют только свою территорию, только своего хозяина. Они с кем другим не будут общаться. Это самая редкая порода, самая дорогая. Тибетский мастиф нового хозяина никогда не примет. Ну и жизнь отдаст за своих домочадцев. Японских шпицов питомник взяли в качестве нянек для щенков. Но они отлично справляются не только с ролью воспитателей. Мелахи вызывают восторг у всех без исключения детей. Хватит, только не все сразу. Замерзли на экскурсии, согреемся за время выступления иллюзиониста. Талантливые, однако, здесь сотрудники. За надежным, верным другом или же для знакомства с этими могучими собаками. Какой бы ни была ваша цель, в питомнике «Белый лекарь» вам всегда будут рады. Такой родной и такой закрытый. Был, но все изменилось. Сегодня у каждого есть возможность посетить магнитогорский металлургический комбинат. Открыть его для себя. Так выходные вы еще не проводили. Реки Чигуна, брызги жидкой стали, зрелище завораживающее. Домин и цех в крупнейшем стране. Пункт экскурсионного маршрута. История строительства домны, особенности работы печи, нынешние объемы выпуска металла. Вы узнаете все о производстве. Металл, из которого строят корабли. Сталь, из которой делают кузова ведущие мировые автоконцерны. Вот они, листы из прокатного цеха. Процесс их появления вы увидите сами. Четыре маршрута. Два для детей. Это обзорные автобусные экскурсии. И два для взрослых с посещением цехов. Обязательный этап для всех – облачение в униформу. На ММК позаботились о безопасности промышленного туризма. Спецодежду, защитные каски, очки. Вам выдадут о входе. Вы оцените масштабы металлургического производства. Измените ваше представление о работе стелебаров, прокатчиков, доменщиков. Узнаете историю комбината, неразрывно связанную с историей города. Такого вам больше нигде не предложат. Тренировка военных – это истоки. Пинтбол сегодня – развлечение для всех. Те, кто отказывает себе в таком отдыхе, боятся серьезных травм. Здесь уже позаботились о вашей безопасности. Маска, жилет к игре готовы. Как же тяжело бежать-то по снегу. Зато у зимнего пинтбола есть и плюс. Толщина обмундирования сводит к минимуму шанс появления синяков. Несмотря на то, что пинтбол – профессиональный вид спорта, для игры какой-то специальной подготовки не нужно. Обращаться с маркером вас научат тут же. Стреляет он желатиновыми шариками. Маленький 17 мм шарик один. 3 грамма весом. У нас в клубе две площадки. Одна площадка сделана спортивной. Сделана из колес, из старых покрышек. Вторая площадка, она тактическая у нас. Она смешанная. Там есть покрышки, есть железные бочки, есть домики, вышки. Сценарий у нас очень много. Есть полицейские против террористов. Есть просто стенка на стенку. За флагами у нас борются. Голодные игры есть, но еще такой сценарий – это каждый за себя. Если таких эмоций не хватает вашим друзьям и близким, сделайте им сюрприз в виде подарочного сертификата. Точно оценят. Еще не настрелялись? Тогда перемещаемся на лазертак-арену. Играется таким вот оружием, называется «Тайгер». Оно стреляет инфракрасным лучом в повязку датчик, который у нас на голове. Он завибрирует, если луч угодит в вас. Здесь нужно прицеливаться, чтобы выстрелить точно в датчик. Палить по телу соперника бессмысленно. Еще кто-то остался живой? Встречный бой – только один из вариантов игры. Есть несколько сценариев. Один из сценариев – это сценарий с контрольной точкой. Команды подбегают в нее и начинают в нее стрелять. Надо до 50 попаданий. Еще один игровой план – появление на арене взрывного устройства. Пока мой напарник устанавливает бомбу, я прикрываю, чтобы нас никто не расстреляет. Если команда соперника разминировать не успеет, то все погибнут. Конечно же, условно. Лазертак – развлечение безопасное. Могут играть дети от 5 лет и без ограничений. Это отличный способ разрядки и выплеска энергии. Попробуйте! Лучшие фокусники страны, участники телевизионных шоу-иллюзионистов, победители и призеры международных конкурсов по сценической магии. Лишь одно представление – два часа полного погружения в мир волшебства. Это шоу искренне изумляет, восхищает, поражает. Не только дети, но и взрослые будут в удивлении и восторге от увиденного. Конечно, я не отговорю вас от попытки разгадать фокусы, разоблачить иллюзионистов. И все же не тратьте зря время. Позвольте себе поверить в чудо. Фестиваль не случайно получил название «Битва фокусников». Вы, зрители, станете свидетелями боя голыми руками, ведь в них вся сила иллюзиониста. И победителя магического сражения выберете тоже вы. Красочное, динамичное и невероятное шоу. Вот что приготовили для магнитогорцев профессионалы иллюзионного искусства. Битва магов начнется в полдень. 3 февраля в Доме дружбы народов. Стоит поторопиться за билетами. К тому же сейчас для членов профсоюза ММК действует скидка. Команда фокусников ждет встречи с вами. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!